Традиционный свадебный бум 14 февраля Многие пары верят в счастливую магию чисел, поэтому стараются пожениться в красивую дату. Но красивое написание – это не самое важное. Если верить нумерологии, хорошо, если в дате свадьбы есть несколько повторяющихся чисел. И здорово будет, если это семерка, ведь она символизирует благополучие и удачу во всех начинаниях. Традиционный свадьбы – это не самое главное. Самое главное, чтобы мы любили друг друга. Уважали и всегда друг другу помогали. Мода на красивые свадебные даты началась у нас в 2000-х годах. Восьмерки и семерки – ключевые числа. Но еще тысячи египтян, которые верят в магию чисел, назначали свою свадьбу на субботу 7-го числа 7-го месяца 7-го года на 7 часов вечера. Веря, что такое совпадение сделает их брак счастливым. Красивая дата свадьбы – это всегда залог счастливой семейной жизни или что-то больше? Я думаю, что все зависит только от самих молодоженов. Однозначно. И когда счастливая жизнь у них складывается, любая дата – она красивая. А вот Юля и Антон дату свадьбы специально не выбирали. Случайно совпало. Главное, говорят, год невесокосный и до Великого Поста успевают. Хорошее число – пятница, 17-е, не 13-е же. Отлично. Брак видим долгим, счастливым. Астрологи и нумерологи утверждают, что 2017 год вообще обещает быть удачен для заключения брачных союзов. В нем будущие молодожены насчитали аж 16 красивых дат. 17.02 поженилась 41 пара. Вторая по популярности дата – 7 июля. Правда, в ЗАГСе говорят, красивые даты – это все-таки дань моде. Ни от каких цифр не зависят отношения между людьми. Семья строится не в красивую дату. Семья строится на чувствах, на взаимопонимании, на внимании друг к другу, на терпении, на желании быть вместе. Так что в этом году мы вполне можем рассчитывать на свадебный бума. Следующий ажиотаж в Могилевском ЗАГСе ожидают сразу после Великого Поста.